МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Алексеева. Сегодня выпуски. Каждый год после 40. Минздрав России ввел новые стандарты диспансеризации. Самый умный. В Чувашии стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Шайбу! Шайбу! Хоккейный клуб Чубаксары встретился с командой Красноярские рыси на первой игре этого сезона. По итогам прошлого года в Чувашии увеличился индекс промышленного производства. Высокий темп роста в сельском хозяйстве. Экспорт продукции достиг рекордных отметок. Какие задачи стоят перед аграриями? Что планируется сделать для повышения качества жизни за чертой крупных городов? Подробности у Дмитрия Ковалева. Во многом благодаря эффективной бизнес-стратегии одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса занимает лидирующие места в так называемом клубе производителей-миллиардников. На заводе продолжают расширять географию продаж. Чувашские конфеты уже поставляют в Китай. В сфере АПК Республики доля экспорта достигает 25 миллионов долларов. Рост у нас идет 9% к уровню прошлого года. Ну, 70% не дойдем, но, наверное, где-то 65-67% будет, наверное, я думаю. Это, ну, для меня показатели хорошие. В Российской Федерации нормы потребления бакатирскими изделиями мы достигли того объема, ну, человеческого потребления, ну, на максимуме. Для агропромышленного комплекса Республики открывается необъятный рынок. Спросом пользуются сыры, сливочное масло, йогурты. Для того, чтобы наращивать объемы выпуска продукции, в Янтиково намерены возвести новый молочный комбинат. Михаил Игнатьев отметил, что у аграриев региона большие перспективы. Мы создавали благоприятную среду для ведения бизнеса в сельхозпроизводстве и будем создавать, дополнительные инвестиции будем привлекать. Но наша задача – внедрять высокотехнологичное производство, где производительность труда будет намного выше. Одним из таких высокотехнологичных проектов стал агрокомплекс, работающий под Новочебоксарском. И это только первый этап. До конца года здесь намерены возвести новые теплицы, чтобы выращивать огурцы и томаты уже для продажи в другие регионы и зарубеж. Импортозамещение – главная задача реализуемой программы развития АПК. Мы отставать в этой конкурентной среде не можем, поэтому наши производители сельхозяйственной продукции, организации пищевой и перерабатывающей промышленности 31 страну мира продают свою продукцию экологически чистую, качественную. Инвестиции на развитие сел заложены в бюджете. Только в рамках указа главы региона муниципалитетам выделят полтора миллиарда рублей на благоустройство дворов. Районные власти уже готовят проекты. У нас молодежные улицы есть, 3-я, 5-я. Мы там тоже сейчас пока дороги нет, мы себе начали планируем. И стоянку, и освещенную тротуар. Сейчас новая же программа есть, мы это тоже туда включаем. Одно из условий комфортного проживания вне мегаполисов – это голубое топливо. Десятикилометровый газопровод в прошлом году был подведен городу Канаш. Этим же газопроводом мы обеспечиваем кольцевание двух АГРС. Канаш и Янтиков запустили. И кроме того, тот объем, который мы можем обеспечить, еще на десятилетия, еще для города Канаш хватит. От газопровода, подведенного Канашу, голубое топливо получат и резиденты индустриального парка. Глава региона отметил, что для развития промышленной зоны муниципалитета созданы все условия. В ближайшие годы здесь должны быть реализованы инвестиционные проекты. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Валерий Лизюков. Республика. Льготный лизинг по ставке до 5% на 7 лет. Новая мера государственной поддержки, которая должна заработать с этого года. Из федерального бюджета на финансирование программы только на этот год предусмотрено около 10 миллиардов рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал уже постановление. На субсидии из федерального бюджета смогут рассчитывать лизинговые компании, которые возьмут на себя обязательства по закупке и передаче в лизинг на льготных условиях продукции российского автопрома, специализированной техники и оборудования, сельхозтехники. Первый квалификационный отбор заявок на участие в программе состоится с 27 января по 27 февраля. Главным критерием отбора станет эффективность использования бюджетных средств, отношение объема переданной в лизинг продукции на 1 рубль бюджетной поддержки. В приоритете участники национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На льготный лизинг сельхозтехники может быть направлено не более 10,2% от общей суммы. Минсельхоз России уверен, что будущее за льготным лизингом и льготным кредитованием. И именно эти инструменты министерство планирует развивать. Ловись, рыбка большая и маленькая. Сезон подлёдной рыбалки открыт. И в надежде на богатый улов некоторые готовы буквально нырнуть в воду. О самосохранении им напоминают спасатели и сотрудники инспекции по маломерным судам. Уважаемые любители подлёдного лова, пожалуйста, покиньте данный участок. Государственные инспекции по маломерным судам. Вы лёд же тонкий, пожалуйста, уйдите, а? Азарт и отвага граничат с безрассудством. Вот живой пример. Возле открытой воды толщина льда меньше 10 сантиметров. Этого мало, чтобы удержать даже одного рыбака с его снаряжением. Есть факты по России, как отрывается на льдине. У нас осенью было 12 рыбаков. 8 рыбаков плавали по Волге. 25 января потеряли мы рыбака в районе Козловки. Три лунки пробурил, на четвёртой провалился. Водолазы потом только бурь его нашли. Но горький урок не останавливает наших рыбаков. Относится это, конечно, не ко всем. Разумные рыбаки выбирают места клёвые во всех отношениях. На рыбалке вообще на зимней нахожусь в первый раз. То есть, ну, как бы брат позвал составить компанию. Вот. Вроде ничего, нравится пока что. Памятка поведения на льду тут кстати. Толщина покрова не везде одинакова. Истончается он в местах слива тёплых вод, потенциально опасной полыньи, проруби и трещины. Пидор! Держит нормально. Наконец-то. Это ваше? Это мое. Учащение на стресс спасения. Да. Ага, понял. В руках она зацепился и вышел. Соль да. Всегда иметь с собой прочный шнур длиной не меньше 20 метров, советуют сотрудники инспекции по маломерным судам, а также напоминают, как пользоваться ледовыми шильями. Этот минимум должен знать любой выходящий на замёрзший водоём. В случае провала у человека есть не более 7 минут, чтобы выбраться из холодной воды. На такие ЧП выезжают спасатели, но зачастую им приходится не спасать, а доставать. У нас есть специальная техника, которая сканирует на льду и воду. Есть специальное снаряжение для водолазов, которые под водой могут освещать, вытаскивать, всё это видеть. Есть у нас специальные ориентиры для оказания спутниковой связи. Буквально 5-6 в Красночитайском районе молодой человек пошёл на рыбалку, на реке Суре заблудился. Они были трое, двое вышли, один заблудился. И обратились через 112 в нашу службу. Наши выехали в Красночитайский район и на реке Суре аэростанями ночью путём освещения. И другого нашли человека после 1960 года рождения. Сезон зимней рыбалки только начался. Главное, чтобы это занятие не превращалось в чрезвычайное происшествие. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Валерий Резюков, Республика. Диспансеризация после 40 лет ежегодно. Минздрав России ввел новые стандарты. Теперь любой гражданин с 18 лет может пройти либо профилактический медосмотр, либо диспансеризацию. Что изменилось в порядке проведения диспансеризации, узнавала моя коллега Наталья Мальчикова. Проверить своё здоровье за 40 минут легко, утверждают те, кто это уже сделал. Была невероятно удивлена, что мало очередей, вообще их нету. То есть я прошла диспансеризацию за 40 минут. Для начала специалисты предложат пройти специальное анкетирование. Это нужно для того, чтобы врач мог направить при необходимости на дополнительные обследования. Кстати, проходят диспансеризацию в той же поликлинике, которые прикреплены. Характер медобследования зависит от многих факторов. Учитывается и пол пациента, и возраст, и род деятельности. Диспансеризацию у нас проходит во всех отделениях общей врачебной практики. Для проведения диспансеризации, кроме 42 участков, у нас имеется ещё отделение медицинской профилактики. Пациент приходит в лечебное учреждение, может оказаться у врача общей практики на приёме, может сразу из регистратуры и там начать проходить диспансеризацию, или может подойти сразу в кабинет, в отделение медицинской профилактики. Вес, рост, объём талии измеряют также и артериальное давление. Возьмут кровь на анализы на общий холестерин, на глюкозу. Это всё входит в обязательный этап диспансеризации. Он включает в себя регистрацию и внесение основных показателей. Второй этап своего рода дообследования. Изменился порядок скринингов. То есть, начиная с 40 лет, предусмотрены 4 вида скрининга на выявление определённых видов злокачественных наобразований. То есть, для женщин это маммография, начиная с 40 лет, каждые 2 года. Кроме того, кал на скрытую кровь, тоже каждые 2 года проводится на выявление рака толстого кишечника. Это мазок на цитологию для выявления рака шейки матки. Это женщина с 18 лет и старше каждые 3 года. И, кроме того, предусмотрен скрининг на рак предстательной железы у мужчин в возрасте 45, 50, 55 лет и 64 года. Новые стандарты позволяют охватить больше людей, примерно 50% населения. К 2024 году медики планируют проверить здоровье 70% жителей. По итогам диспансеризации врач определяет группу здоровья. Тем, кто попадает в третью группу, необходимо внимательнее относиться к своему здоровью. По итогам 2019 года у нас прошло больше 215 тысяч человек в диспансеризацию. Из них выявлено хронических неинфекционных заболеваний чуть более 20 тысяч. То есть это основная группа, конечно, это болезни сердечно-сосудистой системы, это злокачественное образование, это болезни легких и сахарный диабет. Врачи уверяют, что основная задача этих осмотров – выявить как можно раньше хронические заболевания и начать лечение. Один раз в два года нужно проходить флюорографию. Также списки при первом прохождении медосмотра ежегодно с 35 лет. ЭКГ. Женщины проходят осмотр на маммографе. Этот аппарат позволяет четко и безошибочно выявить малейшие изменения в груди. Маммограф. Снимаем молочную железу во всех проекциях, когда в двух, когда в трех. Потом врач осматривает снимки и описывает их. Игнорировать диспансеризацию себе дороже, тем более, что медосмотр бесплатный. Прийти к специалистам можно в любое удобное время до 20 часов вечера. Врачи принимают и по субботам. В первую субботу месяца – единый день диспансеризации. А когда вы проверяли свое здоровье? Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. С этого года профессиональное обучение для граждан предпенсионного возраста будет бесплатным. Такие меры предусмотрены региональной программой нацпроекта «Демография». Любой житель Республики предпенсионного возраста может самостоятельно обратиться в службу занятости по месту жительства. Специалисты проконсультируют, помогут определиться с уровнем имеющихся компетенций и предложат подходящие программы обучения. В Чувашии уже заключены соглашения с 20 образовательными организациями. Разработан перечень рекомендуемых образовательных программ, включающих более 80 профессий. Обучиться могут как работающие люди старше 50 лет, так и те, кто ищет подходящую работу. Незанятым в период обучения гражданам выплачивается стипендия. В этом году она составит 12 130 рублей. К концу 2024 года региональный проект «Старшее поколение» позволит обучить более 3,5 тысяч человек. На эти цели планируется направить около 190 миллионов рублей. Несмотря на то, что рабочая неделя в этом году началась 9 января, для многих школьников зимние каникулы продолжаются до конца этой недели. Учащиеся из Чебоксара, Новочебоксарска, Саранска и Ульяновска решили провести их с пользой. С начала января на базе лагеря «Звездочка» проходит кампус молодежных инноваций «Цифровой акселератор». Проведение кампуса «Цифровой акселератор» – результат победы Чебоксарского детского технопарка «Кванториум» в грантовом конкурсе Минпросвещения Российской Федерации. Планируется, что в рамках нацпроекта образования сеть кампусов к 2024 году охватит более 150 тысяч молодых и перспективных людей по всей стране. В Чебоксарском же кампусе уже сейчас организованы лекционный зал, площадки для проектной работы, три лаборатории – интернет вещей, моделирование и хай-тек. Ребята совершенствуют имеющиеся программы и разрабатывают совершенно новые для нашего региона проекты. Один из них – каворкинг – организация пространства, где любой желающий может найти для себя временное или постоянное рабочее место. В создании нашего каворкинга мы учли предпочтение всех людей под их требования, поэтому там есть как и общие зоны, и индивидуальные зоны, где люди могут поработать сами в небольшой комнатке, и зоны для проведения каких-либо конференций, также есть игровая зона, чтобы люди могли просто отдохнуть от рабочего процесса. Телы проектов самые разные. Все они разрабатываются для практического применения. Все проекты, которые реализуют здесь дети, они все решают проблемы в рамках умного города, Smart City. То есть это проблема нашего города или других городов. Допустим, как правильно оптимизировать транспортные потоки в городе. То есть наша смена предполагает решение таких насущных проблем, проблем нашего города. Этот кампус не первый в Чувашии. Пилотным проектом стал ЧУВГУГОЛ. А в этом году эстафету приняли ЧГПУ и Кванториум. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Он пройдет по 23 предметам, в которых примут участие более 1800 человек. Сегодня и завтра ребята решат задания по французскому языку. Победители и призеры муниципального и регионального этапов вступят в интеллектуальные состязания за право представлять республику на заключительном этапе. Победа на уровне России даст возможность школьникам поступить в ВУЗы без вступительных испытаний по профильному предмету. К новостям спорта. Хоккейный клуб Чебоксары на домашнем льду встретился с командой Красноярские Рыси в рамках первенства высшей хоккейной лиги. Первой в этом году игра получилась жаркой. За ледовыми сражениями наблюдал Рифат Фаткулин. Сложные тактические распасовки, силовые приемы и стремительные атаки. Чебоксарские хоккеисты сразу же захватили инициативу. Шайбу в ворота соперника уже на четвертой минуте забросил нападающий Николай Патрушев. Красно-синий-белый не сбавили оборотов и одну за другой забросили еще две безответных шайбы. Болельщикам на трибунах не пришлось скучать. Мне нравится скорость, быстрая реакция, восторг. В первый раз на игре и столько эмоций положительных. Болеем за наших. После перерыва красноярские рыси ринулись отыгрываться. Забили два ответа гола. Но сравнять счет все же не удалось. На табло 4-2. Опять нехороший тоже. Мы отдыхали освежее где-то нас. В целом стараемся порадовать болельщиков. Мы не загадываем всегда. Эта игра все может случиться. Мы будем стараться выигрывать. В третьем периоде чебоксарские игроки продолжили яростное давление. Уследить за молниеносными передачами и скоростью передвижения самих хоккеистов практически невозможно. У них молодая команда. Энергичная, конечно. У нас команда чуть-чуть постарше. Но наша команда намного опытнее, скажем так. Уже не первый год призовые места занимаем. На каждые игры ходим, поэтому и выезжаем даже с нашей командой. Игрокам команды из Красноярска так и не удалось сломить оборону чебоксар. Наши взвинтили темп. Начали атаковать еще быстрее и разнообразнее. Итог 9-3. Первая победа в новом году. Чебоксары сохраняет первую строчку турнирной таблицы. Следующие две игры пройдут в эти выходные. Рефат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. В Чувашии продолжается голосование за лучших в профессии. Народное голосование идет за лучших специалистов в разных отраслях. От сельского хозяйства до бизнеса и экономики. Голосование идет на портале Народный контроль. Фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Дополнительно можно ознакомиться с краткой биографией номинанта, где описываются его успехи и достижения. В 2020 году лучшие из лучших в разных профессиях будут удостоены памятной медали 100-летия образования Чувашской автономной области. Голоса принимают до 15 января 2020 года. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин